Всем привет, с вами Прия. В дополнение Shadowlands появится очень много всяких предметов, очень много всяких способностей, но что реально удивило, так это то, что будут новые руны у Рыцаря Смерти. В текущий момент мы привыкли к тому, что их всего три штучки. Руна Каменной Гаргульи, руна Павшего Рыцаря и руна Режущего Льда. По-моему, так называется во Фрасте я не играю, поэтому не вешаю её просто-напросто. Так вот, в дополнение Shadowlands будут ещё целых пять новых рун. Все они интересные, ситуативные, и мы с вами рассмотрим их. Первая руна — это руна Истерии. Её пассивная способность — увеличение максимального запаса рунической силы на 200 единиц. То есть, это очень много. Если в текущий момент мы имеем максимум соточку, то будет целых 300. И это вау! Можно накапливать РП очень-очень много. Это же реально круто. То есть, оно не будет уходить в оверкап какой-то, например, когда мы вешаем там удар разложения, удар плети, или когда мы накапливаем через дробление хребта на Блад ДК РП. Это интересно очень. К тому же, ваши атаки имеют шанс увеличить скорость восполнения рунической силы на 200%. Ну, то есть, что это значит? Просто-напросто на 200%. То есть, если мы, например, с дробления хребта накапливаем 20, то на 40 больше в итоге мы будем накапливать с условного дробления хребта вместо 20. Это будет 60. То есть, в три раза. Ну, самая простая математика. Это эффект, который будет прокать. И конкретно в этот момент желательно накопить руническую силу по максимуму. Это будет интересно. Это очень хорошая руна. И стоит уделить ей особое внимание. И ее реально нужно тестить, смотреть, как она себя в итоге проявит в бою. Руна Кровопускание. Ваш удар смерти наносит дополнительный урон в зависимости от недостающего здоровья у цели. Это просто-напросто, можно сказать, дополнительный урон для Блад ДК. Хотя, можно, конечно, и во Фрасте, и в Анхолике нажимать удар смерти. Но, как мы знаем, эта кнопка не основная. И даже при зачаренной такой руне мы не получим особо, наверное, много дэмэджа. Но, опять же, стоит подумать. Также, когда ваше здоровье опускается ниже 35%, вы восполняете 280% от вашего максимального запаса здоровья в течение 8 секунд. Эффект срабатывает не чаще раза в 6 минут. То есть, если какая-то резкая просадка по ХП, то мы отрегеним себе ХПшечку в почти троекратном размере. Ну, да, это все-таки руна для Блада. И то, что я предположил, использование ее для Анхолика или для Фраста, это немножко глупо. Третья руна — защита от заклинаний. Ее пассивная способность — это уменьшение на 3% всего магического получаемого дэмэджа. Также имеется другой эффект. Получение магического урона дает шанс получить щиток, который поглощает определенное количество магического урона. Ну, это, знаете, как нульщит эссенция в текущий момент имеется. Там мы тоже получаем щиток, который поглощает магический дэмэдж. Вот тут примерно что-то такое же. Также, когда противник наносит урон по этому щиту, то его скорость применения заклинаний уменьшается на 10% на 6 секунд. Ну, например, бьемся мы против какого-нибудь мага на БГ, на арене, и в итоге, если на нас зачарена эта руна, и на нас прокает щиток, и он бьет в этот щиток, то скорость его заклинаний будет уменьшена на 10% на 6 секунд. Ну, это какая-то больше ПР-руна. Хотя, с учетом того, что 3% магик дэмэджа уменьшается, то все-таки она имеет место быть в ПВЕ. Это рунка. Идем дальше. Четвертая руна. Это руна бесконечной жажды. Пока вы мертвы, ваша скорость передвижения увеличена на 10%. При убийстве цели, приносящей опыт или честь, вы получаете 10% скорости, в виде статы вторичной, и скорости передвижения, в виде третичной статы. Также исцеляетесь на 5% от вашего максимального запаса здоровья. Это будет очень интересная руна в момент прокачки. Дополнительная скорость передвижения лишней не будет, дополнительный отхил тоже. Ну, эффект то, что пока мы мертвы, увеличена скорость передвижения, это, конечно, интересно, но давайте не умирать. Пятая завершающая руна, это руна апокалипсиса. Ваш вурдалак накладывает дополнительный эффект при атаке. Как мы знаем, теперь у ДК любой специализации будет вурдалак. Непонятно пока, что временный или постоянный. Это посмотрим уже в ходе альфа-тестов. Надеюсь, альфа скоро появится у меня на рабочем столе. И все будет замечательно, и можно будет все тестить. Так вот, вурдалак будет иметь дополнительные эффекты при атаке. А именно, первый эффект. Уменьшение получаемого исцеления на 1%. То есть, вурдалак бьет цель, вешает дебаф, скорее всего, настакивающийся. Далее, второй эффект. Увеличение получаемого урона на 1%. Аналогично, вурдалак бьет цель, вешает этот эффект, может быть, он будет настакиваться. Третий эффект. Уменьшает наносимый урон по рыцарю смерти на 2%. Тоже непонятно, стакается или нет. И четвертый эффект. Это замедление цели на 15% и нанесение урона в течение какого-то времени. Ну, тут хотя бы понятно то, что это прок, и если прокнет, цель будет замедлена. Если нет, ну, тогда не будет замедлена. Вот такие вот интересные руны. Что я могу сказать? Руна истерии выглядит очень интересно за счет увеличения максимального количества РП. Руна кровоопускания очень интересно выглядит для Блада в виде дополнительного нанесения дэмэджа. Ну, остальные три руны ситуативные, очень даже. Пока что как-то так. В комментариях хочу услышать ваши доводы насчет этих рун. Может быть, вы сможете меня переубедить и скажете, что четвертая руна является самой полезной. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого. Продолжение следует...